МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Овсяная каша, овсяное печенье, овсяное толокно". С детства я слышу, что все сделанное из овса мегаполезно. Это так? Или все-таки есть нюансы? Овсяное расследование мы начнем, конечно, со страны, которая ассоциируется с этой крупой больше других. Англия. Приезжая сюда в первый раз, ожидаешь, что на завтрак всегда, непременно будет каша. Но не тут-то было. Это Лондон, а по другую сторону улицы от меня, вон там, дом номер 221-Б по Бейкер-стрит. Как известно, всему миру здесь жил Шерлок Олмс. А судя по советскому фильму, периодически знаменитому сыщику подавали кашу со словами овсянка, сэр. По правде сказать, ничего такого в книге у Хонан Дойля не было. Все придумали только для отечественного кино. Да и вообще, наше представление о том, что англичане завтракают исключительно овсянкой, честно говоря, не очень соответствует действительности. У современных лондонцев совсем другая мода. Тут даже шутят, что главное национальное блюдо – это карри. Реально перекусывают многие в китайских ресторанчиках, которые на каждом шагу. А завтракают англичане либо тяжеленным набором из яичницы, бекона, фасоли и жареных грибов, либо съедают по-быстрому готовые хлопья, выпивают немного молока или сладкого сока. Врачам такие веяния не нравятся. Диетолог Ольга Гамильтон, она родом с Украины, но давно живет в Лондоне, говорит, что она и ее коллеги всячески призывают британцев вернуть овсянку в утренний рацион. Даже несмотря на то, что производители добавляют минералы, витамины и клетчатку в эти готовые завтраки, это не делает их более здоровыми, чем овсянка, я бы сказала, потому что там все равно есть сахар. Овсянка очень хороша с нейтрологической точки зрения, потому что она очень богатый источник сложных углеводов и клетчатки особенно. А клетчатка это то, что улучшает наше пищеварение и позволяет сахару медленнее всасываться в кровь. Но особенно ценят овес за то, что в нем есть бета-глюканы. Согласно большому количеству исследований, эти вещества снижают общий уровень холестерина, особенно плохого, вредного для сердца и сосудов. А еще овсянку часто рекомендуют при гастритах. Ее полезная слизь как бы обволакивает и защищает желудочно-кишечный тракт. Также, кстати, работают и несладкие овсяные кисели. Надо признать, что кое-кто в Британии по-прежнему ест кашу на завтрак. И это шотландцы, у которых в традиционной кухне по некоторым подсчетам до 80% блюд содержит это зерно. Легенда гласит, что за такую любовь к овсу англичане в давние времена презирали шотландцев, говоря, они едят то зерно, которым мы кормим лошадей. А шотландцы отвечали, поэтому в Англии такие прекрасные лошади, а в Шотландии такие прекрасные люди. Свекровь Ольги Энн Гамильтон родом как раз из тех горных мест. Даже переехав в Лондон, она продолжает готовить по утрам ту самую овсянку, к которой привыкла со своего шотландского детства. Это самая суровая из всех каш, какие я видел. Не из хлопьев, а из зерен. На воде. Без сахара. Для вкуса добавляется только немного соли. Я предпочитаю на воде, а я на молоке. Да и для детей, я думаю, молоко все-таки очень полезно, но я люблю на воде. Это именно тот вкус, который я помню с детства. Вкус, прямо скажем, специфический. И сколько же времени занимает такая готовка? Сегодня женщины работают, одновременно растят детей, пытаются успеть накормить всех завтраком, и они используют хлопья. Но я замачиваю зерно на всю ночь. Все, что остается утром, поварить 5-10 минут на медленном огне. Правда ли цельная каша полезнее, чем привычные быстрые хлопья? Скоро проведем экспертизу. Но сначала обсудим вкус. Вместе с шеф-поваром Ильей Грибковым мы приготовили пять блюд, в которых вообще узнать овес не так-то просто. Шотландская каша среди них. Угадать основной компонент попытаются две команды дегустаторов. В красной профессионалы. Шеф-повар Никита Потерягин, гастроэксперт Ника Ганич и ресторатор Антон Старостин. В синей наши постоянные зрители. Алёна, Вячеслав и Максим. Начинаем с того самого британского рецепта из дроблённого овсяного зерна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Рисовая, наверное? Нет, не рисовая. Нет, ну что ты. Чем-то на овсяную похоже. Ну, это и есть овсянка. Необработанная. Овсянка с маслом и с вареньем. Любители не без замешательства, но угадали. А вот профессионалов вид зерна и его вкус, как ни странно, увели в сторону. Овсянка сэ. А мне кажется, перловочка. Нет, это полба. 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 Это полба на воде с молоком. Да? Не угадали. Дальше сложнее. Перед дегустаторами рыба. Вы не ослышались? Вегетарианский лосось. Это продукт, в основе которого растительный белок из овсяной муки и пшеницы. Выглядит похоже. Стоит в два с половиной раза дешевле, чем обычный лосось. А как на вкус? Я не знаю, что это. Все, Максимка, не ешь. СМЕХ Пробуй. Я не могу сказать, что это рыба, это не рыба. Ну, это понятное дело, что это не рыба. Ты чувствуешь запах орехов? Фальшивая рыба всех привела в замешательство. Никто не определил ни лосося, ни овеса. Морковь на пудинге. Похоже на недорогой бюджетный фарш рыбный. Либо куриный. Как полуфабрикат, котлеты продаются. Если это куриный фарш, то в него добавили какой-то рыбный экстракт. Для третьего раунда Илья приготовил котлеты из геркулеса. Эту всем известную категорию хлопьев на производстве обрабатывают меньше других. Плющенное зерно не теряет своей структуры и даже напоминает мясные волокна. Вегетарианский бургер или вегетарианские котлеты, вегетарианские шницельда из крупу. Крупа, наверное, какая крупа? В состав что-то не хватает для того, что для сочности. Мяса не хватает. Это манка, запеченная с яйцами. Это не манка, это, наверное, пиалок. Знаешь, на манник похож. Овсянка вновь осталась неузнанной. Интересно, а угадают ли ее в виде напитка? Илья обжарил зерно до приятного темно-золотистого цвета, измельчил в кофемолке и довел до кипения в турке. Это вообще ни о чем. Мне так напоминает толокно из детского сада. Либо толокно, либо жареная мука. В детский сад ходили, да? Вас чем там кормили? Всякогады все. Вами нас кормили вот этим овсяным толокном. По сути, обжаренное и перемолотое зерно – это действительно почти толокно. В наши дни его можно встретить в основном в магазинах здорового питания. А раньше в России оно было очень популярно. Для толокна зерно пропаривалось, высушивалось в печи и потом уже перемалывалось в муку. Вот такая получалась мука. Даже слегка она обжаренная, что придает, конечно, еще более интересного вкуса. Ценили толокно за то, что его можно было взять в сухом виде в поле. Там уже развести водой, добавить мед, ягоды и съесть. Нечто сладкое из овса завершает и наш дегустационный эксперимент. Это конфеты, для которых Илья смешал в блендере сухофрукты и овсяные хлопья. Измельчил до однородной массы, сформировал шарики и обвалял в какао-порошке. А я самый хитрый. Ты заметила, я все время сам последним пробую. Это что, на слив? Да ладно. Слушай, а это вкусно. Отлично, 10, да? Да. Вкусно. Это фруктовые конфеты. Чернослив, инжир. М-м-м, орехи. Это то, что я хочу научиться готовить, чтобы не есть сладости. Натуральные конфеты. С овсяными хлопьями, молотыми. Может быть, да-да-да. Как ни удивительно, даже профессионалы отгадали овес только в двух блюдах из пяти. А, казалось бы, такая простая крупа. В общем, поле для экспериментов тут открывается практически бескрайнее. И, кстати, рецепты всех упомянутых блюд легко найти на нашем сайте. Во второй части расследования мы будем разбираться с более привычными для нас продуктами из овса. Что полезно, а что не очень? Обязательно дождитесь. Впереди еще много интересного. Это еда живая и мертвая. Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Овес. Какие продукты из него стоят есть, а какие нет. Это тема расследования недели. И прямо сейчас его завершающая часть. Вот что было в начале программы. Мы увидели, как много всего разного можно приготовить из овса. Даже фальшивую рыбу, котлеты и кофе. И далеко не везде оригинальный продукт легко угадать. Мы узнали, что британцы стали гораздо реже, чем раньше, есть овсянку, перейдя на сухие завтраки. И диетологи их за это критикуют, ведь традиционная каша очень полезна, особенно когда в ней мало соли и сахара. В России ситуация с этим зерном вполне благополучна. Мы являемся мировыми лидерами по его производству и в рейтинге предпочтений потребителей овсянка на третьем месте после гречки и риса. Проблема тут разве что в обилии некоторых слишком сладких продуктов из овса. Например, печенье кажется полезным, но вовсе таковым не является. Овсяной муки в классическом рецепте всего 14-15 процентов. Зато очень много сахара и очищенной пшеничной муки, которая, по сути, тоже является скрытым сахаром, легко превращаясь в него в организме. Калорийность овсяного печенья в среднем это 400 килокалорий. Это, конечно, много. То есть это не для ежедневного потребления. И тем, кто имеет лишний вес, лучше его от него или отказаться, или где-то одно-два в неделю. Хотите снизить вред? Готовьте сами и кладите побольше овсянки и поменьше сахара. Хотя вкус и текстура от этого становятся довольно непривычными. Некоторые пытаются получить пользу из овса совсем не калорийным способом. Применяют его наружно, делая косметические маски из хлопьев или муки. Действительно, овес известен отбеливающим, увлажняющим и противовоспалительным действием. Но косметологи такое самолечение не одобряют. Нет смысла использовать маски на основе овса в домашних условиях, потому что молекулы в этом случае достаточно крупные, и она не проникает через кожу. Овес в домашних условиях действительно имеет место быть, но только в виде каши с утра. С кашей, впрочем, тоже не все спокойно. В интернете пугают. Крупы содержат фитиновую кислоту, которая связывает и выводит из нашего организма полезные макро- и микроэлементы. На самом деле мы уже много раз об этом рассказывали, выяснив все у специалистов. Если нет особых проблем с желудочно-кишечным трактом, а крупы и орехи не составляют основу вашего рациона, никакого вреда не будет. Если уж очень беспокоитесь, можно просто замачивать хлопья на ночь, так активизируется фермент фитаза, расщепляющий фитиновую кислоту. Но какую овсянку выбрать? Есть распространенное мнение, что в крупах быстрого приготовления практически не остается ценной клетчатки. Чтобы это проверить, мы сдали на анализ в лабораторию два образца овса – зерно и хлопья, которые достаточно просто залить кипятком. Разницы между ними почти не оказалось. Содержание клетчатки в крупе овсяной 3%, в каше овсяной моментального приготовления – 2,9%. И все-таки опасность в этих пакетиках есть. Там почти всегда очень много добавленного сахара. Лучше выбирать варианты без него и по возможности класть самому ягоды или фрукты. Другой вечный спор – на воде или на молоке. Если вам важна каждая калория, то, конечно, вода будет лучше. И никакого масла. Но если вы в течение остального дня не переедаете и у вас нет негативной реакции на лактозу, то вполне можно и на молоке. Или есть компромиссный вариант – сварить на воде, а потом добавить молоко. Похожий белый напиток, кстати, делают и из самого овса. Это замена для вегетарианцев или людей с непереносимостью. Вкус, правда, на любителя, да и нередко в составе многовато сахара. Еще один популярный в последнее время продукт – овсяная мука. Ее можно сделать и самому, если размолоть хлопья в блендере или кофемолке. Преимущество в том, что так мука получится неочищенной, с отрубями. Чем хороши пищевые волокна овсяных отрубей? Там, кроме вот этой грубой клетчатки, они обладают желчегонным действием, то есть препятствуют образованию желчных камней, снижают тем сам уровень холестерина. Ценят овсянку и спортсмены. Среди них серебряный призер Олимпийских игр в Корее фигуристка Наталья Забияко. Чего она только не готовит. В ее арсенале и полезный вариант овсяного печенья, и блинчики, и овсяно-авокадо-банановый пирог. Овсянку на самом деле очень люблю, то есть в виде каши утренней горячей. Также я экспериментирую с различными другими блюдами. Завтрак становится таким каким-то небольшим событием, когда ты можешь приготовить что-то интересное такое и вкусное. С нами Наталья поделилась рецептом ленивого морковно-овсяного торта. В банку насыпать хлопья, положить изюм, залить все овсяным молоком. Вместо сахара Наталья использует немного кленового сиропа. Мелко натереть морковь и отправить к другим ингредиентам. Добавить корицу и все тщательно перемешать. Эту основу надо пару часов настоять в холодильнике. Для украшения карамелизовать орехи. Коричневый сахар растопить в двух столовых ложках воды. В кипящий сироп положить орешки. Главное помешивать, чтобы ничего не пригорело. Выложить на пергамент и остудить. На самом деле именно вот этот вот морковный торт, овсянка в банке, будет замечательным началом осеннего утра, потому что вот нотки корицы, ореха, пекан, они придадут отличного настроения даже самым дождливым утром. В общем, ешьте овсянку. Лучше всего по очереди с другими крупами. Гречка, полба, перловка, пшено, рис. Все они по-своему полезны. Ну а самые вкусные рецепты, как всегда, на сайте www.eada.show и на страничках нашей программы в социальных сетях.